А экстренный выпуск новостей... Ой, я забыла с ней бегать. Я сейчас приду. В мире Enchantimals появилось целых три новинки. И сейчас мы их рассмотрим в студию. Кстати, и не забудьте поставить лайки и написать в комментариях, какая вам куколка больше понравится. Начнем. Раз. Два. И три. Как хорошо, что их выпустили в Новый год. Как раз можно сделать новогодний волшебный подарок. Ну что, с какой начнете? Не знаю. Катя растерялась. Я с этой хочу. Этой, это с какой? Со звездочки морской. Катя, с этой, ты с какой? Звездочки морской. Что там, что-то трясется? А, это она просится, чтобы ее выпустили. Открываем. Какое красивое морское дно. Как же оно красиво выглядит. И тут море как разноцветное. Кстати, девочки, если вы очень любите русалок и волшебство, посмотрите три сезона аж двого. Ну что, давайте скорее, мне прям не терпится, какая красота. Хэн, тут красивая на картинке. Давайте сначала достанем маленького питомца Бими. Вот такая звездочка очень похожа на набор морской серии. Он уже был. Можете посмотреть под видео внизу. Бими. Какой он милашка. И он такой красочный. Да, я специально принарядился в новогоднюю одежду, чтобы всем было приятно на меня посмотреть. Бими весь усыпан серпантином и звездочками. А еще у него розовые щечки. И сзади у Бими нету никаких приспособлений, чтобы хозяйка его держала. Наверное, он сам к ней запрыгивает и хорошо держится. Да, правда. Хозяйка, хозяйка. Иду, иду. Иду, иду. Катя, помогай доставать нашу звездочку. Ее очень удобно доставать. Посмотрите на красавицу, старую звезду. На голове у морской звезды диадема с морскими звездами. Сама диадема оранжевая и вся в кораллах. Волосы у нее в цвет морской волны. Длинные, пышные и с завитушками. Макияж на лице праздничный. Брови тоже в цвет морской волны. Глаза голубые. Длинные черные ресницы и желтые тени. Губки нежно-розового цвета. На нашей морской принцессе корсет. Корсет украшен шемчужинами морскими звездами. И, конечно, цветочками. Двойная юбка в форме морской звезды. Первый слой прозрачный розового цвета. Второй слой ярко-оранжевый. Верхний слой юбки снимается. Он на двух застежках. Я думаю, что ей в таком виде тоже очень идет. Розовая юбка. Такая мягкая. Наверное, она выполнена из силикона. Она такая приятная. А вторая юбка наверняка выполнена из пластика. У каждой свой плюс. О, а туфельки-то покажите, туфельки. Золотые босонушки на высоком каблуке. Девочки, заметьте, у нее на каблуках кораллы. Они так хорошо ей идут. Мечта всех модниц. Сковородниц. Морскую звезду отправляю на елочку. Ух, как удобно. Бимми, ты где? Бимми, Бимми, ты где? Игру. Как же вам здесь уютно вместе. Ну, а мы продолжаем. Медуза. Ого, как быстро приплыла. С такой скоростью, да? Медуза Джилани исполняет желания. Давайте я рассмотрю поскорее. Картонка неинтересна. А кукла интересна. Что он такое? Открываем Стингли. Первый пошел. И это питомец Стингли. Посмотрите, какой он весь разноцветный. В трех цветах. Первый морской. Второй фиолетовый с волшебством. А третий желтый, как солнышко. У него есть все цвета радости. И он сам, смотри, какой радуется. Джилани, исполняй желания. Джилани, исполняй желания. А вы, ребята, не забывайте загадывать желания на Новый год. А ты сама-то загадала? Да, загадала. Расскажешь, поделишься? Письмо напишешь? Да. Хорошо. Распаковывает желание. Давайте освободим ей ручки и волосы. Девочки, посмотрите, какая у меня шикарная диадема. Девочки, посмотрите, какая у меня шикарная диадема. Да, диадема и правда шикарная. Она прям светится вся. Такое ощущение, что как будто она вся в блестках. Посмотрите, какие у меня волосы красивые, необычного цвета и с прятками. Самые модные в 2022 году это цвета моих волос. Посмотрите внимательно. Какая же она красивая, яркая и праздничная. О, класс, класс. Колбас, колбас. Кто любит колбасу, ставьте лайки. Кто любит вредную колбасу. У медузы нежно-розовый-голубой макияж. Глаза по бокам украшены щупальцами и жемчугом. Майка в радужных цветах. А сверху сетка, украшенная жемчужинами. Юбка двойная. Верхний слой фиолетового цвета с волшебством. У верхней юбки есть обычный разрез. С помощью нее можно снять. Нижняя юбка. У нее радужная, как майка. И на ней блестки. У нее ярко-розовый пояс. И низ у юбки волнообразный. Как красиво. Девочки, чтобы надеть верхний слой юбки, надо снять нижний слой юбки, чтобы было удобнее надевать. Легко. Ой, да. Ей тоже так идет. Какие красивые туфельки. Ярко-сиреневого цвета. На тоненьких каблуках. Каблуки сделаны из ракушки. А ножку обивает морская звезда и водоросли. Как же тебе идет. Да, мне очень идет. Мне и самой очень нравится. Какие у нее красивые морские тона. Она такая вся красочная. Направляем подружке на елку. Я приплыла. Как же тут удобно. Стингли, стингли, плыви сюда. Как тут удобно. Еще какие-то блестящие штучки. Как интересно. Ну а сейчас мы распакуем русалку радиорадужная рыбка и фло. Распаковываем. И этот глистер нам не нужен. Легко распаковывается. Какие они красивые, радужные и всегда радуются. Рыбка фло. Спасите меня. Спасите меня. Я здесь застрял. Спасите меня. Спасите. Так вот ты где. Понятно. Вот это да ты уплыл. Всем привет. Девочки, посмотрите, какой фло радужный хвост. Для счастья. Да, я такая радужная рыбка фло. Фло ярко-желтого цвета. А верхний плавничок у фло малинового цвета. В цвет радости. У фло на лбу радужные чешуйки. И ярко-розовые губы. Рыбка фло хитрюля-матнюля. Прям настоящая девочка. И теперь пришло время хозяйки, самой русалки. Давайте ее рассмотрим поближе. Сначала освободим ручки и волосы. И будет легко двигать руками. Посмотрите, у нее под розовыми волосами радужные волосы. Вот это да. Посмотрите, как красиво. Модняшка-сковородяшка. На голове у русалки ярко-желтая, высокая диадема, как у королевы. С ракушками, жемчужинными и драгоценными камнями. На голове оранжевые плавнички. Волосы ярко-розового цвета. Длинные и пышные. Сзади с секретом. Под розовыми волосами. Они радужные. Макияж у русалки в нежных тонах. Фиолетовые брови. Голубые глаза. Радужные тени. И черные стрелки. А губы ярко-розового цвета. Я красавица. Конечно, красавица. А кофта-то, а кофта-то, а кофта-то, а кофта-то. На майке морские звезды и ракушки. А сверху жемчужинное ожерелье. Длинная юбка в радужных чешуйках. А вместо туфелек настоящий хвост. А хвостик снимается, чтобы она могла тоже ходить. Ой, смотрите. Здесь тоже есть украшения и чешуйки. И раз. Это так же, как и ваш дого. Могут быть они русалками, а могут людьми. Что-что. Где моя сестренка, Катя? Я слышала, что у тебя моя сестренка живет. Это правда? Да, правда. Вот она приплыла. Две сестренки-подружки. Сейчас можно найти питомца. Фло запрыгивает на шею нашей рыбки-красавицы. Какие же они красивые вместе. А знаете, куда они поплыли? К елке. К своим подружкам. Ну вот, у нас сегодня получилась морская елка. Как раз ко дню морского тигра. Ребята, а вы уже украсили елку? Интересно. А ребята помнят, как мы украшали в том году елку-энчантимус? Кто помнит? Напишите, кем Катя была в том году. Так, у тебя вот тут место. Тебе удобно тут? Да, уж очень удобно. Как трон. Отличное место для морских. Энчантимус на елке у Кати. Будет уютно. И еще одна королевская особа занимает почетное место на елочке. Тут фонарек. Если будет очень тепло, будет подсвечивать. Смотрите, у нас вместо звезды шапка Деда Морода. И чья эта идея была? Моя! Я и так придумала. Морские девочки-энчантимус заняли почетное место на нашей новогодней елке. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока! Вы были на канале Критик Кэти Куинн. Обнимаю вас волшебством. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok